Всем привет! Вы на канале вкусные истории. Сегодня я буду готовить сборную солянку из разных видов копченой колбасы. Точное количество ингредиентов смотрите в начале видео или в инфобоксе под видео. Также я приготовил бульон, используя свиную шею. В бульоне кроме мяса у меня два лавровых листа и половина луковицы. После закипания снимаем пенку, ложим 2 чайные ложки соли и засекаем 30 минут. Бульон готов! Теперь я достаю это мясо и его мы тоже нарежем и положим вместе со всем остальным. Теперь мы нарезаем мелко лук и натираем морковку на терке и отправляем это все обжариваться. Разогреваем сковороду с растительным маслом, где-то 2 столовые ложки и высыпаем сюда лук. Морковку также отправляем обжариваться вместе с луком. Пока обжаривается морковка и лук мы нарежем все остальное. Колбасу и огурцы нарезаем соломкой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Обжариваем лук с морковкой до легкой прозрачности. Включаем мелкий огонь у бульона и высыпаем сюда лук с морковкой. Лук с морковкой у меня обжаривались где-то минут 8-9. Луковицу из бульона можно достать. Отправляем сюда обжариваться нарезанные соломкой колбасы и огурцы соленые. Также мы сейчас сюда будем постепенно добавлять остальные продукты. Делаем средний огонь, чтобы у нас это все хорошенечко обжарилось. Помешиваем, обжариваем минут 7-10, чтобы оно у нас тоже поджарилось, подрумянилось. Солить мы здесь ничего не будем, потому что у нас ингредиенты и так все соленые. Молотый перец я тоже не буду ставить, так как у меня есть острый перец маринованный. Я его поставлю. Если у вас нету такого перца, вы ставьте молотого перца где-то пол чайной ложки. Нарезал один острый перчик, отправляем его сюда же. Также сюда идут маслины и оливки. Также положим две чайные ложки каперсов и где-то 100 грамм кетчупа. Вы можете ставить томатную пасту. Томатной пасты где-то 2-3-4 столовые ложки. И хорошенько это все перемешиваем и обжариваем еще минут 5-7. Пока обжариваются колбасы с оливками, маслинами и огурцами, мы нарежем также соломкой крупной наше мясо, которое было из бульона. Отправляем сюда же вареную нарезанную шею. Все это перемешаем, соединяем, еще пару минуточек обжариваем и отправляем в бульон. Прошло 7 минут и отправляем наше мясо в бульон. Вот такая вот красота у нас получается. Делаем средний огонь, чтобы это все закипело. Тем временем нарежем зелень. Возьмем пучок укропа и пучок петрушки и мелко их нарежем. Стебли по желанию можно нарезать очень мелко, можно выкинуть. Я выкину. Отправляем зелень в нашу солянку. Делаем сильный огонь, ждем закипания. Можно перемешать и попробовать пока на соль. Я добавлю еще одну полную чайную ложку соли. Для усиления вкуса можно добавить чайную ложку приправы для первых блюд. Наша солянка закипела. Выключаем газ, накрываем крышкой, даем ей настояться минут 15-20 и можно подавать к столу. Вот такая вот замечательная красивая сборная солянка у меня получилась. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписан. Также всем большое спасибо, кто делится нашими видео. Не забывайте писать свое мнение в комментариях. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Я уже попробовал этот вкуснейший суп и могу сказать, что получился очень вкусный, очень наваристый, очень много мяса. В общем, советую вам его приготовить. И присутствует небольшая кислинка благодаря соленым огурцам, оливкам и каперсам. И эта кислинка очень в тему в сборной солянки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл